Увидеть красоту своего города с высоты птичьего полета дано не каждому. А вот кровельщик Александр Латышев говорит, что работа уже стала привычкой. 25 лет практически ежедневно поднимается на крыши, чтобы сделать жизнь людей более комфортной. Добро людям делаем, устраняем практические, чтобы люди не мучились. Вот и все. Работа в непосредственном контакте с людьми всегда сложная. Ведь каждый видит решение проблемы по-своему. Но высококвалифицированные специалисты, управляющие компанией жилищно-коммунального хозяйства, находят подход к каждому. Я вот с 2003 года работаю здесь. Я прошел от низа до самого верха. Каждый день что-то у нас новое. Каждый день какие-то новые проблемы, новые трудности. Работа с населением очень интересная. Здесь много своих тонкостей за старшими домами всегда на связи для того, чтобы с ними работать напрямую. Претензий поменьше будет. А так? Поменьше претензий наверняка же и слова благодарности. Ну есть и слова благодарности. Сердцем и душой называют сами специалисты отрасли ЖКХ свою диспетчерскую. Вся информация о проблемах муниципалитета, а порой и даже соседних населенных пунктов, в руках профессиональных сотрудников. Лариса Мещерина уже 26 лет принимает вызовы. Говорит, что звонков в ночное время раздается гораздо больше, чем дневное. Сейчас такая ситуация. И болеют люди, и много вопросов связаны. Даже бывает не с нашей работой. Ну, например, там не работает телевидение, не работает телефон. Ранним утром и поздним вечером, летом, зимой, осенью или весной в городских скверах и на детских площадках можно встретить работников дорсервиса. Забота у них такая – приводить в порядок любимые места отдыха жителей. Проблемы города видны, решает сплоченная команда из 130 человек. Мы начинаем работать пораньше, чем люди выходят на работу. И приносить людям удовольствие от того, что они видят, что где-то мусорки убираются, где-то чистятся детские площадки. Тогда, приходя уже с работы, да, и выводя детей гулять, сами прогуливаются по городу Видном, и у нас ездят погулять, есть красивые места. Они уже идут и видят, что чисто, и хоть какое-то удовольствие мы приносим. Понятно, что это работа неблагодарная, но все-таки она нужная. Ранней весной пока еще очень актуален вопрос бесперебойного теплоснабжения многоквартирных домов, частного сектора и объектов социальной инфраструктуры. Комфортная жизнь поселка Петровская напрямую зависит от работы местной котельной. Нужно понимать и знать многие тонкости, в том числе и как работают трубопроводы, как работают котлы, какая должна быть вода. То есть, если, допустим, вода будет жесткая, то будут откладываться накипи в трубопроводе. Чтобы этого не случилось, вот нужно постоянно делать химводоанализ. От нашей работы зависит то, как обычные люди комфортно чувствуют себя у себя в квартире. Для того, чтобы жители были уверены, что тепло в квартирах – это величина постоянная, в котельной установлено новейшее оборудование. С помощью разработок отечественных производителей ведется учет тепловой энергии, осуществляется горячее водоснабжение и отопление многоквартирных домов. Современные технологии внедряются постоянно, технологии совершенствуются, которые есть по теплоснабжению, для того, чтобы увеличить энергоэффективность и, как говорится, коэффициент полезного действия. Работа всякая нужна и бесспорно важна. А тем более такая, что помогает создать комфортные условия для жителей большого муниципалитета. Здоровья вам, специалисты жилищно-коммунального хозяйства. Видимо, ценим все, что вы делаете ежедневно. Галина Житкова, Татьяна Брылова, Александр Логинов, Елена Кошлева, Библиоттв.